В образовательных организациях округа идет подготовка к открытию детских тематических площадок дневного пребывания. Планируется, что они заработают уже с 1 июня. Кроме того, в сезон летних каникул дети смогут отдохнуть в теплых краях и заработать себе на карманные расходы. Готовность региона к реализации этих направлений обсуждалась сегодня на заседании Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в Ненинском округе. Традиционно в первых числах июня на базе образовательных организаций региона откроются тематические площадки дневного пребывания детей. В этом году их будет 28. Ожидается, что таким образом будет обеспечена занятость и досок для 1755 несовершеннолетних, в том числе 610 детей из окружных сел. Работа площадок будет проходить 21 день. В течение дня у них будет предусмотрено двухразовое питание. Безусловно, организация, что касается кадровых вопросов, на сегодняшний день у нас идет подготовка вожатых на базе Центра развития и образования. Акцент мы делаем в учреждениях, это на семьи малообеспеченные. Есть у нас дети группы риска, на которые должны внимание обратить непосредственно школы и учреждения дополнительного образования. Но и все вакантные места будут предоставлены в порядке подачи заявлений. Ляна Храпова также добавила, что питаться дети будут бесплатно. Эти расходы возьмет на себя окружной бюджет. Кроме того, за счет казны региона этим летом будет организован отдых и оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в отделе ПДН, детей, имеющих вторую, третью, четвертую и пятую группы здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для тех, кто не планирует выезжать за пределы региона на все лето, будет предоставлена возможность временного трудоустройства. Мы запланировали на 2019 год трудоустроить 1100 подростков. Провели анкетирование среди желающих работать в летний период. И получили сведения о том, что 1334 подростка хотят устроиться в этом году. Из них где-то 320 человек – это сельская местность. Провели работу с организациями в округе. Это как бюджетные организации, так и коммерческие предприятия, и индивидуальные предприниматели. И, в принципе, на вот такое количество заявлений от подростков у нас есть вакантные рабочие места в летний период. По словам Павла Шевелева, предложение от работодателей, готовых предоставить временную работу подросткам, принимает Центр занятости населения. Всегда берут бюджетные организации. Это и медицинские, это и образовательные организации. Всегда, это каждый год они помогают подросткам получить свой какой-то трудовой навык, получить денежные средства, зарплату. Это всегда участвует. В том числе участвуют и предприятия агропромышленного комплекса, частные предприниматели достаточно активно тоже используют труд детей. Несовершеннолетних привлекают в основном на временные сезонные работы – уборку улиц, газонов и тротуаров, высадку цветов. Кроме того, подростки выполняют подсобные хозяйственные работы, работу дела производителей, формируют архивы. В среднем зарплата на каждого ребенка составит не менее 20 тысяч рублей. С учетом работы на 0,7 ставки и компенсации за неиспользованный отпуск.